Если x, y, z целые числа, причем x куб плюс y куб равняется z куб, то хотя бы одно из чисел x, y, z это нуль. Ну, например, z равно нулю, x равно минус y. Или y равно нулю, x равно z. В частности, в натуральных числах это уравнение о решении не имеет. Это так называемая великая теорема Ферма. Великая она, впрочем, когда здесь вместо трех поставить любое натуральное число больше двух, но сейчас мы, конечно, разберем вот этот случай. Оказывается, для доказательства полезно так называемое кольцо целых чисел Эйзенштейна. Чтобы понять, что это такое и почему оно полезно, посмотрите на правильный шестиугольник. Есть корень третьей степени из единицы, минус одна вторая, плюс и корней из трех пополам. И у квадрата, как легко проверить, это тоже минус одна вторая, минус и корней из трех пополам. Вообще, есть, конечно, число минус омега квадрат, минус омега, число минус один. Это все корни шестой степени из единицы. И, очевидно, если вы рассмотрите такой ром, минус омега квадрат, это омега плюс один. Впрочем, и без геометрии это можно было понять, потому что, если у вас есть корень третьей степени, то вы можете единицу перенести, получив, что ноль это омега в кубе минус один. То есть, это омега минус один умножить на омега квадрат плюс омега плюс один. Но, поскольку омега не равно единице, значит, минимальным многочленом для числа омега является омега квадрат плюс омега плюс один. И, таким образом, когда вы перемножаете любые два таких числа, то, заменяя омега квадрат по формуле омега квадрат равно минус омега минус один, ну, если, соответственно, более высокие степени омега, то же так. Вы видите, что это кольцо. Повторяю, это называется колесо Эйзенштейна. Каким образом на плоскости можно изобразить все элементы этого кольца? Это очень просто. Смотрите, вот у вас есть единичный вектор, есть омега. Вы, складывая эти векторы, получаете всевозможные точки такой вот шестиугольной решетки. То есть, смотрите, надо продлить так, равносторонний треугольник. Я не буду сейчас рисовать, что называется, большую эту картинку, но, думаю, любой прекрасно понимает, что такое шестиугольные соты, и как правильным треугольником со стороной один можно покрыть всю плоскость. Так вот, узлы такой решетки, это и есть целые числа Эйзенштейна. Почему она чрезвычайно важна для математики, по-моему, уже понятно. Потому что правильный шестиугольник, совершенно замечательная конструкция, и решетка эта выдерживает поворот на 60 градусов. Так вот, сейчас мы применим свойства этой решетки для доказательства несуществования решений уравнения х куб плюс у г куб равно з куб. Ну, кроме треального случая, когда одна из переменных равна нулю. Для того, чтобы это сделать, первое, поймем, какие делители единицы есть в этом кольце. Ну, смотрите, ведь нормой любого числа является произведение этого числа и комплексно сопряженного к нему, и чисел с нормой больше нуля на меньше единицы нет вообще. А чисел с нормой ровно единицы есть шесть штук. Ну, поэтому очевидно, что делители нуля – это в точности вот эти вот шесть точек. Замечательно. Так вот, поскольку сейчас будет применен метод бесконечного спуска, то я, что называется, заранее знаю, нужно решать не ту задачу, которую, честно говоря, сформировано, а задачу чуть более сложную, а именно, не просто целые числа, а целые числа Эйзенштейна. И еще, вот здесь вот надо написать не просто з куб, а з куб умножить на эпсилон, где эпсилон принадлежит множеству тех самых делителей единицы, плюс минус один, плюс минус омега, плюс минус омега в квадрате. Эпсилон – любой обратимый элемент нашего кольца. Оказывается, что утверждение будет все равно верно, но его тогда удастся доказать методом бесконечного спуска, а вот просто в виде суммы углов бесконечный спуск не пройдет. Сейчас давайте посмотрим на одно из самых замечательных чисел, а именно на число 3 и число вот это. Вот это вот число. Единица минус омега квадрат. Ну, или, если угодно, на единицу минус омега. Мне все равно, какое из этих чисел брать. Ну, может быть, давайте все-таки возьмем вот это. Вот это вот число. Давайте обозначим букву лямбда. Это единица минус омега. Подумаем, чему равна норма этого числа. Комплексно спряженным для лямбда является вот это вот число, симметричное относительно оси абсцисс. То есть число единица минус омега квадрат. Давайте перемножим. Мы просто расскажем в том, что мы могли просто из диаметры увидеть ответ. Потому что мы сторонний треугольник. Значит, здесь корень из трех пополам, значит, здесь корень из трех. То есть это должна получиться тройка. Но я уже перемножу. Единица минус омега минус омега квадрат плюс омега пыль. Смотрите, омега в упаде единица, значит, получается так. 1 минус омега минус омега квадрат плюс 1. Но мы помним, что омега квадрат плюс 1 плюс омега это 0. Соответственно, вот это вот число, это у нас в точности в единице. Значит, ответ получился действительно равен трех. Ну, хорошо. А теперь еще одно замечание. Смотрите. Какой угол между числами лямбда и лямбда сопряженная? Вот здесь вот 30 градусов, здесь тоже 30 градусов. Значит, здесь 60 градусов. Получается, что если лямбда вот это число, лямбда сопряженная вот это число, то умножая лямбда на корень жестой степени единицы, то есть то, что у нас называется минус омега квадрата, умножая лямбда на это число, вы получаете лямбда с чертой. Давайте это запишем. Лямбда с чертой, это есть лямбда умножить на минус омега квадрат. Мне сейчас не так важно, что это за элемент, важно, что это определитель единицы. А вот то, что тройка является, вот это вот число 3, которое здесь получилось, произведением лямбда и лямбда с чертой, то есть на самом деле это лямбда в квадрате умножить на обративый элемент. Это важно. Число 3 не является простым в кольце Эйзенштейна. Оно ассоциировано с квадратом лямбда. Интересно, а лямбда простое или нет? Конечно, простое. Потому что если бы оно было разложено в произведении каких-то двух чисел, то и переходя к норме, мы бы получили разложение. То есть число 3 разложилось бы в произведении, что невозможно, кроме как 3х1 или 1х3. Таким образом, число 3 на простые множители разлагается таким вот образом. Это квадрат простого элемента лямбда умножить на минус омега в квадрате. Неважно, может быть обративый элемент. И сейчас мы рассмотрим наше вот это уравнение по модулю лямбда. То есть я хочу доказать, что обязательно одно из чисел x, y и z делится на лямбда. Так, разумеется, я противного. То есть вместо вот этого утверждения, которое мне нужно доказать, я, разумеется, напишу, что x, y и z это все не нули. Обязательно все эти числа не нули. И еще, разумеется, если у нас, скажем, x и y имеют какой-то общий делитель, то это будет делиться на его куб, это будет делиться на куб, а значит и z будет делиться на этот простой делитель. И можно будет сократить. Или то же самое, если x и z тоже можно будет сократить. Поэтому я считаю, что x и y взаимно простые, x и z взаимно простые, y и z взаимно простые. И сейчас посмотрим так называемый первый случай великой теоремы Ферма. Пусть числа x, y и z не делятся на лямбда. Докажем, что такое невозможно. Во-первых, посмотрим, какие бывают остатки от деления на лямбда. Любое число представимо в виде а плюс б омега. Мы с вами понимаем, что лямбда это была единица минус омега квадрат. И лямбда с чертой, это была единица минус омега. И при этом заметьте, пожалуйста, лямбда с чертой отличалась от лямбда только на делитель единицы. Поэтому это тоже делилось на лямбда. Значит, единица сравнима с омега по модулю рубля. И таким образом, а плюс б омега сравнима с а плюс б по модулю лямбда. Хорошо. Это целое число. Но тройка делится на лямбда. Поэтому можно а плюс б разделить с остатком на три, получив либо ноль, либо единицу, либо двойку, то же самое минус единицу. Если ноль, то это, собственно, означает, что число делится на лямбда. А мы договорились, что рассматриваемые числа на лямбда не делится. Значит, каждая из наших чисел x, y, z сравнима либо с единицей, либо с минус единицей по модулю лямбда. То есть, первое число x записывается в виде единица плюс какое-то целое число Эйзенштейна, умноженное на лямбда. Ну, скажем, единица плюс лямбда у, где у – это произвольное целое число Эйзенштейна. Понятно, что если нас интересует равнение x куб плюс y куб равняется z куб умножить на ефсилон, где ефсилон делитель единицы, то надо просто-напросто взвести x в куб. Давайте, это единица плюс 3 лямбда у плюс 3 лямбда квадрат у квадрат плюс лямбда в кубе умножить на у в кубе. Так, естественно, если сравнимо с минус единицей, то я просто здесь напишу минус, поэтому, по сути, достаточно посмотреть вот только этот случай. Так, ну, смотрите, у нас замечательным образом, ведь можно вспомнить, тройка L делится на лямбда в квадрате. Вот это вот число делится на лямбда в кубе. Это делится вообще на лямбда в четвертой. И вот это тоже делится на лямбда в кубе. Значит, я могу сказать, что x куб сравнимо с единицей, ну, или, соответственно, если это было минус единицей, то с минус единицей. Давайте сразу напишу, сравнимо с плюс-минус единицей, если x не делится на лямбда, по модулю лямбда в кубе. Отлично. Теперь давайте поймем, что то же самое верно для y и для z. И перейдем к нашему уравнению. Смотрите, переходим к сравнению по модулю лямбда в кубе. Здесь стоит то ли единица, то ли минус единица. y куб. То ли единица, то ли минус единица. И здесь то же самое. Стоит то ли единица, то ли минус единица. Посмотрим теперь, что же это означает на картинке. Вот есть оба плюсы вот этого числа 2. Если у нас будет плюс и минус, или минус и плюс, то это будет 0. Если оба минус, то будет минус 2. Давайте посмотрим на картинке. Если оба плюса, то это число 2. Если в одном месте плюс, а другу минус, то это 0. То есть 2, 0. Если оба минус, то это минус 2. Должно быть сравнимо с 0, то есть минус ебсилом по модулю лямбда в кубе. Ну, что это означает? Это означает, что если мы к числу 2 или к числу минус 2 прибавим верительные единицы... Давайте посмотрим, где это на картинке. Число 2 это вот здесь, так? Вот здесь вот 1, здесь 2. Замечательно. Здесь у нас правильный шестиугольник. Это все понятно. Плюс-минус ебсилом. Это вот эти вот точки. И теперь возникает вопрос. Может ли какое-то из вот этих вот чисел делиться на лямбда в кубе? Смотрите. Вот это вот просто лямбда. Это просто единица. Это число 3, а 3 это лямбда в квадрате. Значит, на лямбда в кубе не делится. И вообще-то лямбда в кубе это больше, чем 3 по модулю. Это 3 корни из 3. Поэтому получается, что лямбда в кубе это такое большое число, по сравнению с этим по модулю. И значит, ни одно из них делиться на лямбда в кубе не может. Ну вот. Это для двойки. Если 2 плюс-минус ебсилом. И если 0 плюс-минус ебсилом, то это еще понятнее. Разумеется, ни одно из этих чисел не может делиться на лямбда в кубе. Таким образом, первый случай великий теоремы Фирмана просто очевиден. Просто перешли к сравнению по модулю лямбда в кубе и все. Чуть-чуть более сложна будет ситуация, когда одно из чисел x, y, z делится. И там нам, на самом деле, тоже надо будет рассматривать сравнение по модулю лямбда и даже по более высоким степеням. Поэтому давайте вернемся вот к этому равенству и посмотрим на одну штуку. Здесь у нас единица. Здесь лямбда в четвертый. Вот эти слагаемые делятся на лямбда в четвертый. А давайте посмотрим на сумму вот этих слагаемых. Что это такое? Это три лямбда. Здесь лямбда в кубе, здесь у в кубе. Вот представьте себе, что у делится на лямбда. Тогда это будет делиться на лямбда в четвертый и это будет делиться на лямбда в четвертый. Представим себе, что у дает остаток один при делении на лямбда. тогда будет чуть-чуть сложнее, но не так уж, смотрите, здесь остаток 1, здесь остаток 1, и у нас получается по модулю лямбда в четвертый такое выражение, 3 лямбда плюс лямбда в кубе. Я утверждаю, что это число на самом деле делится на лямбда в четвертый, смотрите, 3 лямбда плюс лямбда в кубе, что это такое? Тройка, это лямбда в квадрат умножить на минус на омега в квадрат, и давайте напишем, лямбда в кубе вынесем, а здесь у нас получается 1 минус омега в квадрат. Нет, это не лямбда в четвертый, лямбдой мы назвали 1 минус омега, это было 1 минус омега, поэтому здесь мы получаем лямбда в четвертый умножить на 1 плюс омега, делится на лямбда в четвертый. Значит, наша лямба может быть усиленная. Если х не делится на лямбда, то х в кубе сравнимо с плюс-минус единицей даже не по модулю лямбда в куб, а по модулю лямбда в четвертый. Это нам потом пригодится. Сейчас давайте рассматривать второй случай Великой Теоремы Фирмана. Пусть одна из неизвестных делится на лямбда. Давайте в таком случае произведем то, что называется бесконечный лямбда. Так, единственный сейчас вопрос. На какую степень лямбды делится одна из наших неизвестных на x, y, z? Оказывается, что доказательство здесь устроено следующим образом. Если у нас есть уравнение, в котором одна из неизвестных делится на высокую степень лямбда, то некоторым способом, при помощи однозначности разложения на множители, мы сведем все дело к равенству, в котором степень лямбда, на которую делится, меньше. И таким образом будем сводить, 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 пока в конце концов не приведем к ситуации, когда из чисел x, y, z одно делится только на лямбда в первой степени. И поэтому давайте сейчас разберем ситуацию, ту самую, которую мы обязательно потом бесконечным спуском сведем. Ситуация, когда одно из чисел x, y, z делится на лямбда, а другие не делятся. Итак, мы разобрали случаи. Мы разобрали случаи, когда числа x, y и z не делятся на лямбда. Теперь давайте посмотрим следующий случай. x и y не делятся на лямбда, а пусть z делятся, но не делятся на лямбда в квадрате. То есть число z имеет вид лямбда умножить на у, где у не делятся на лямбда. Оказывается, это тоже очень легко разбирается, собственно, по нашему вот этому утверждению. Потому что, смотрите, ведь x куб будет сравним с плюс-минус единицей по модулю лямбда в четвертой. Вот здесь срабатывает четвертая степень. y куб тоже самое, это плюс-минус один, тоже по модулю лямбда в четвертой. И значит, сумма x куб и y куб, это что такое? Это либо ноль, либо плюс-минус два по модулю лямбда в четвертой. А что такое z в кубе умножить на епсилон? z в кубе умножить на епсилон, это есть лямбда в кубе умножить на епсилон умножить на у в кубе. Вот у нас это число сравнимо с плюс-минус единицей по модулю лямбда, потому что оно не делится на лямбда. А мы помним, что любое число, которое не делится на лямбда, дает остаток, который один, то ли минус. Сравним со единицей или минус единиц по модулю лямбда. Таким образом, мы получили замечательное сравнение. То ли ноль, то ли плюс-минус два сравнимо с плюс-минус лямбда в кубе по модулю лямбда в четвертой. А очень легко понять, что это просто-напросто невозможно. Почему? Потому что если здесь ноль, то, конечно, лямбда в кубе не делится на лямбда в четвертой. Если здесь взять двойку, то будут такие числа лямбда в кубе плюс два или лямбда в кубе минус два. Но мы с вами помним, что модуль числа лямбда в кубе – это три корня из трех. Соответственно, вот это число по модулю не больше, чем три корня из трех плюс два. А модуль вот этого числа равен девяти. Потому что модуль числа лямбда в квадрат равен трех. Это меньше. Три корня из трех плюс два меньше девяти. Ну, почему? Потому что если двойку перенесем, то здесь получается семь. И когда мы с вами возведем в квадрат, здесь будет три в квадрате девять умножить на три. Это двадцать семь. А здесь будет сорок девять. Двадцать семь меньше, чем сорок девять. Ну, в общем, и так понятно, что корень из трех – это число не такое уж большое. Замечательно. Все. Все. И это число по модулю тоже меньше девяти. Значит, такая делимость невозможна. И у нас получилась замечательная вещь. Что вот не бывает такого. Хорошо. Теперь давайте еще один случай. Пусть будет наоборот. Пусть у нас х и з не делятся на лямбда, а у на лямбда делятся. Ну, посмотрим. Значит, х куб и з куб сравнимы с плюс-минус единицей по модулю лямбда в четвертой. А у куб опять имеет тот вид, то есть лямбда умножить на у сравнима с плюс-минус лямбда в кубе по модулю лямбда в четвертой. Ну, господа, это отличается от предыдущего случая просто тем, что нужно слагаемое поменять местами. У нас там стоят плюс-минусы, поэтому из одной части в другую мы их легко можем передвигать. Отлично. Этот случай разобранный. Если одна из неизвестных у нас делится на лямбда только в первой степени, а во второй не делится, то просто с сравнением, по-моему, лямбда в четвертой мы все разобрали, противоречие получили замечательно. Теперь приступаем к тому самому бесконечному спуску. Единственное, вот когда мы будем заниматься бесконечным спуском, интересный вопрос. А какая из величин х, у и з у нас будет делиться на высокую степень лямбда, а какая не будет? Оказывается, это нетрудно понять. x, y, конечно, входит симметрично у нас, а вот x, y и z входит несимметрично. Тут есть еще какой-то делитель единицы. Поэтому, казалось бы, надо разбирать две ситуации. Уравнение у нас выглядит вот так. И вот две ситуации. Либо x и y не делятся на лямбда, а z делятся на какую-то высокую степень. Либо x и z не делятся на лямбда, а при этом y делятся. Но, посмотрите, вот в этом втором случае, если x и z не делятся на лямбда, давайте в нашем уравнении перейдем к сравнениям по модулю лямбда в четвертой. Тогда здесь будет плюс-минус единица. Замечательно. Здесь у нас, если y делится на лямбда квадрат, потому что у нас n уже сейчас больше, чем единица. Здесь у нас будет ноль по модулю лямбда в четвертой. И а здесь, потому что z не делится на лямбда, здесь будет плюс-минус епсилон. Замечательно. Это сравнение по модулю лямбда в четвертой. Так вот, если епсилон будет неравно тому числу, которое здесь написано, то сравнение не будет верным, потому что уж слишком близки эти числа, а лямбда в четвертой огромная величина. Поэтому, если такое вот уравнение верным, то в такой случае есть, то епсилон обязан быть плюс-минус единицы. Ну, а в таком случае мы легко можем поменять y без этого места. Значит, я имею полное право не рассматривать вот этот второй случай, потому что он на самом деле сводится к первому, и более того, в таком случае епсилон будет плюс-минус единицы. Стираю. И рассматриваю только первый случай. Осталось чуть-чуть. Вот, что называется, самое важное, как-то странно, делается быстрее всего. Я сейчас многочлен x куб плюс y куб разлагаю на множители. Ну, разумеется, выношу x плюс y, и x плюс y омега в квадрате. Давайте объяснимся, почему это так. Ну, вообще-то омега – это корень третьей степени из единицы. И, соответственно, если вы возьмете в качестве x величину минус омега, а в качестве y – единицу, то вот эта скобка обратится в ноль, и здесь будет минус омега в кубе плюс один – ноль. Ну, или другой способ – просто перемножить вот эти вот скобки. Давайте смотрим. x квадрат плюс x y умножить на омега плюс омега квадрат плюс y квадрат умножить на омега в кубе. Омега в кубе – это плюс y квадрат. А омега плюс омега в кубе – это минус единица. Ну, значит, это любимая формула из школьной алгебры. x квадрат минус x y плюс y квадрат. И смотрите, что у нас есть. Вот Z разумно записать как лямбда в степени n умножить на что-то не делящееся. То есть Z будет лямбда в степени n умножить на какое-то W. W не делится на лямбда. Тогда справа будет лямбда в степени 3n умножить на W в кубе умножить на ε. А слева произведение трех скобок. Мы верим в теорему об однозначном разложении на множители. Кольцо главных идеалов. И поэтому сейчас вопрос только в том, эти числа взаимно просты или нет. На самом деле нет. Если мы берем число х плюс у омега и вычитаем из него число х плюс у, то мы, разумеется, получаем у умножить на омега минус 1. А это число делится на лямбда. Точно так же, если я беру х плюс у омега квадрат и вычитаю х плюс у, то получаю у умножить на омега квадрат минус 1. И это тоже будет делиться на лямбда. Значит, эти три скобки сравнимы по модулю лямбда. Но мы же помним, что в правой части лямбда в степени 3n. Значит, если бы х плюс у не делилось на лямбда, то в таком случае и остальные скобки не делились бы, и получилось бы противоречие. Поэтому все эти скобки делятся на лямбда. Делятся на лямбда, делятся на лямбда и делятся на лямбда. Но заметьте, пожалуйста, что ровно одна из них делится на высокую степень лямбда, а другие делятся только именно на лямбда в первой степени. Почему? Посмотрите. Вот у нас, если бы оба числа делились на лямбда в квадрат, то и это делилось бы на лямбда в квадрат. А мы помним, что у на лямбда не делится. Да? Так не бывает. Здесь то же самое. Вот это число делится на лямбда, но не на лямбда в квадрате. И это на лямбда не делится. Ну и если взять разность, разумеется, x плюс y омега в квадрате и x плюс y омега, то эффект метров такой же. Это будет y умножить на омега, умножить на омега минус 1. То же самое. На лямбда больше не делится, но на лямбда квадрат не делится. Значит, лямбда в степени 3n, которая расположена в правой части, распределится по этим скобкам таким образом. В одну из скобок пойдет лямбда, еще в одну пойдет лямбда, а в другую пойдет лямбда в степени 3n минус 2. В какую? На самом деле не важно. Потому что вы можете число y умножить на омега и в таком замените. Вместо y подставить новую переменную, записать y, это что-то умножить на омега. И тогда вот эти 3 пройдут по циклу. Так что на самом деле они входят равноправно при замене y, значит, при умножении y на какой-то там на корень кубический из единицы. Значит, я могу, как хочу написать. Давайте я, например, напишу так. Пусть первые без скобки делятся на лямбда в первой степени, а вот это делится на лямбда в степени 3n минус 2. Так, и еще. Вообще-то у нас здесь куб. Дубль в кубе. Значит, когда я вот с лямбда разобрался, все остальное с точностью до каких-то делителей единицы это будут кубы. Отлично. Видишь? x плюс y это есть лямбда умножить на какой-то там, я уже не знаю, какой-то, это x на 1 обозначим, и еще какая-нибудь альфа в кубе, где альфа не делится на лямбда. Нектое целое число из Эйнштейна. Дальше. x плюс омега y. Это то же самое. Лямбда умножить на какой-то делитель единицы, умножить на какое-то β в кубе. И x плюс омега в квадрате y. Это у нас будет лямбда в степени 3n-2 умножить на делитель единицы и на то же самое, не делящегося на лямбда целого числа Эйнштейна. Мы получили такую систему. Но заметьте, здесь неизвестного всего ответа. Поэтому я могу из вот этих вот чисел сделать ноль. Каким образом? Я могу, например, домножить вот эту строчку на омега, а вот эту строчку домножить на омега в квадрате. Смотрите, что тогда получится, когда мы все это слушаем. При x коэффициент будет равен 1 плюс омега плюс омега в квадрате. Мы помним, что это ноль. При y коэффициент будет равен. 1 плюс омега в квадрате плюс омега в четвертую. Омега в четвертой – это единица. То есть 1 плюс омега в квадрате плюс омега. А это тоже ноль. Значит, в левой части получится ноль. А что же получится в правой части? А в правой части будет лямбда епсилон 1 альфа в кубе плюс лямбда омега епсилон 2. Зарядит омега нам совершенно не страшно, потому что здесь все равно стоял. Произвольный делитель единицы умножить на бета в кубе. И дальше еще будет лямбда в степени 3n минус 2 умножить на омега в квадрате на епсилон 3 на гамма в кубе. Осталось разделить на лямбда и фактически бесконечный спуск произведен. Но только давайте все-таки совсем аккуратно это напишем, что у нас там получится. Ноль – это замечательно. Это есть епсилон 1 альфа в кубе. Плюс омега на епсилон 2 на бета в кубе плюс лямбда в степени 3n минус 3 омега в квадрат епсилон 3 гамма в кубе. Казалось бы, это не очень походит на вот это вот уравнение. Но с другой стороны давайте посмотрим внимательно. Может быть, это как раз то, что нам нужно. Давайте посмотрим внимательно. Конечно, разделим на епсилон 1 и, конечно, это перенесем в другую часть. Тогда получится такое уравнение. Альфа в кубе плюс омега умножить на епсилон 2 разделить на епсилон 1 бета в кубе. Замечательно. Равняется со знаком минус, взятым омега квадрат епсилон 3 деленное на епсилон 1. А здесь такое интересное число. Лямбда в степени n минус 1 умножить на гамма в кубе. Смотрите, это куб, это тоже куб. Здесь не лямбда в n, а уже лямбда в степени n минус 1. Замечательно. Это то, что нам нужно было. Произошел тот самый спуск от n к n минус 1. Единственная проблема – это вот это вот число. Как же с ним быть? Вдруг это не единица и не минус 1. Если это минус 1, то мы просто внутрь бета загоним, вместо бета напишем минус бета. Так нас спасает опять то самое сравнение. Смотрите, ведь у нас альфа, бета и гамма не делятся на лямбда. Значит, вот эта вот часть у нас делится на лямбда в кубе. Здесь у нас плюс-минус 1. Давайте его обозначим, как он буквой, скажем, у него. Здесь у нас плюс-минус ню. И это должно делиться на лямбда в кубе. Если здесь будет не 0, то проблема с тем, что это делитель единицы, а это число будет помотано слишком маленьким, не может делиться. Чтобы делилось, это должна быть либо единица, либо минус единица, чтобы вот здесь вот просто получилось число 0. Значит, бесконечный спуск благополучно произошел. И все, что нам осталось, это всего лишь объяснить, почему же в кольце чисел Эйзенштейна выполняется основная теорема арифметики. Ровно по той же причине, почему она выполняется в кольце целых гауссовых чисел. И то, и то кольцо – это кольцо главных идеалов. Я на всякий случай напомню, причем здесь вообще идеалы. Вот смотрите, самый, что называется, интересный, самый главный момент при доказательстве единственности разложения, он такой. Если у нас, ну, с учетом, конечно, какого-то делителя единицы, есть разложение на далее невазложимые элементы, то нужно доказать, что один из этих элементов обязательно совпадает с P1, ну, точнее, ассоциирован с ним, да, включается на делитель единицы. А для этого мы говорим, что вот эта часть делится на P1, значит, произведение делится, и нам нужна, как вы помните, такая лемка. Если произведение делится на далее невазложимый элемент P, то хотя бы один из элементов A и P может делиться на P. Каким образом это доказывалось? Но он противно. Пусть A не делится. Рассмотрим идеал, порожденный элементами A и P. Ну, что такое идеал? Это множество всех чисел вида A и X плюс B и Y, где X и Y принадлежат нашему кольцу. То есть, K – это или кольцо целых аусовых чисел, или кольцо Эйсенштейна. Вот это идеал, порожденный кольцу. Так вот, главный идеал – это если здесь будут не две буквы, а только одна, то есть это все кратные некоторые элементы. Кольцо главных идеалов – это значит, что любой идеал, в том числе и такой, является главным. Представьте себе, что мы уже знаем, что наше кольцо является кольцом главных идеалов. Тогда для некоторого числа это будет главный идеал импродукт. То есть, все кратные некоторого элемента. Замечательно. Ну, смотрите. Все кратные элементы С – это означает, что П входит сюда. Значит, П тоже делится на С. П делится на С. Но у элемента П делители – это только делители единицы, и элементы, ассоциированные с числом П. Если бы у нас С было ассоциировано с П, то получилось бы, что А делится на П. Это у нас не так. Значит, С – это делитель единицы. То есть, на самом деле, этот идеал совпадает со всем кольцом. Но в таком случае, и обычное число 1 предстоимо в таком виде. То есть, Ах плюс Пу равняется единице для некоторых Х и У. Домножим это равенство на Б. Получится АБХ плюс ПБУ равняется Б. Смотрите. АБ у нас делится на Б. Здесь просто написано Б. Значит, получается, что Б делится на Б. Вот так и надо. Значит, у нас А не делилось, а значит, получилось, что Б делится. Это вот я напомнил, почему если любой идеал является главным, то все замечательно с однозначностью разложения на множители. А теперь давайте посмотрим на нашу картинку. Вот у нас есть шестиугольная сетка, то есть правильный треугольник. Многократно отражаем это сетки на сторон, покрываем всю плоскость. Да, вот они, числа Эйзенштейна. Представим себе, что там есть какой-то идеал. То есть множество, которое замкнуло относительно сложения вычитания и относительно умножения на любое число из нашего кольца Эйзенштейна. Как, собственно, и для целых чисел делали. Рассмотрим наименьшее по модулю число из идеала. Смотрите, вот здесь есть какое-нибудь число из идеала, то, поскольку у нас есть минус амебра квадрата, это поворот на 60 градусов, поворачивая вот это наше число на 60 градусов, мы получаем, что вот такой вот, вот этого идеаля и этого идеаля, и еще поворачивая и того идеаля. И получаем такой здоровенный треугольник, копиями которого покрытая вся плоскость и все вершины вот такой решетки входят в идеал. Вы скажете, а вдруг идеал больше? Вдруг есть какая-нибудь точка, расположенная внутри или на стороне треугольника? Не может такого быть, потому что мы это брали как самое маленькое, по-моему, или не нулевое число, а любая точка в правильном треугольнике к одной из вершин расположена на расстоянии меньше, чем страна. Это лучше легко понять. Если вы берете радиус описанной окружности и с центром в каждой вершине, рассматриваете окружность, то эти круги покрывают треугольник и значит, любая точка расположена к одной из вершин на расстоянии меньше, чем страна. Ну или, если угодно, можете сказать то же самое, что есть деление с остатком. Можете поцармело доказать. Вообще, в любом случае, все хорошо. Однозначность возложения в этом кольце есть. Кстати, что называется ошибка Эйлера, не то, что ошибка, может быть, он вообще, что называется, просто не подумал, может быть, ему просто некогда было и так далее, состояло в том, что он вместо кольца целых чисел Резенштейна рассматривал кольцо Z в присоединении и корней из трех. То есть, присоединял корень из минус трех. А там эффект очень простой. Дважды два – это вообще-то один плюс три. А что такое один плюс три? Это произведение чисел один плюс и корней из трех умножить на один минус и корней из трех. Легко понять, что из этого равенства следует, что нет однозначности разложения в таком кольце. Смотрите, чуть-чуть добавили чисел вместо... Смотрите, как выглядит и корней из трех. Вот здесь, да? Это сумма вот этих вот двух векторов. Чуть-чуть добавили чисел и все замечательно. Это похоже на кватернион кольца. Помните, там тоже чуть-чуть добавили к обычным целочисленным кватернионам и сразу получилось доказательство теоремы о сумме четырех квадратов. А если бы не добавили, то что-то там бы не сработало. И здесь то же самое. Если рассматривать вот это кольцо, то есть однозначность разложения, а если это, то однозначности нет. Продолжение следует...